Всем доброго времени суток! Спасибо Нади! Она даже не подозревала, что если она согласится на эту операцию, то тем самым обеспечит контентом не только канал Севки, но еще плюс и канал Коли. Севка ее снимает, Коля тоже снимает. Они поделили свои функции в отношении Нади, кто чем будет заниматься. И у Коленьки, смотрите, как прям первозданное рвение проснулось в отношении съемок на его канале. То неделями тишина, а тут, как только Надя появляется, то он ей продукты принесет, то водичку занесет, то перевязочку сделает, то кормит. Посмотрите, как он за ней ухаживает. Салатик притащил, кусок красной рыбы принес. Кушай, Наденька, на здоровье, выздоравливай. А Коленька сидит с камерой и усиленно это все снимает. Буквально каждый на один вздох. Каждое слово, каждый жест. Как это удобно! Если бы не Надя, ТВ-шка, конечно же, как бы она сейчас не отпиралась, как бы она не отказывалась, она бы и не подумала обращаться в эту клинику. Она уже смирилась с тем, что не будет она ее делать. Ей 50 на 50 в Киеве сказали, поэтому сидела она бы и сейчас, и по сию минуту ровно. И Ире тоже не пришлось бы приезжать, наводить там шмон. Ну, поубиралась она там, да, что-то повыгребала. В принципе, выполнила свою обычную женскую работу. Ну, было грязно, да, у матери. Но если бы она приезжала бы к ней гораздо чаще, вот, кстати, или подумать бы сейчас над этим моментом, когда последний раз она у матери убиралась? Где-то, наверное, с годик прошло. Она же последний раз убиралась у Севки, когда Севка там же, так это, наверное, дольше. Нет, она, по-моему, еще как-то заезжала туда с Дианой, они что-то там прибирались у нее. Но это было так, на скаку, на бегу, на лету. Вот она не так давно с Геной приезжала. Геной жаловался, что там не крошки, а просто какие-то чуть ли не буханки хлеба валяются под ногами. Ну, и приезжала бы, взяла бы себе за правило. Ну, пусть не каждый месяц, раз в два месяца, раз в три месяца хотя бы, да, раз в сезон. Но можно же приехать матери и убраться в квартире, помочь. В любом случае, пожилой человек хоть как, ну, не сможет она убирать, не сможет. Зрение не то, руки не те, как бы то ни было. Пусть даже сноровка не та. Привычки нет вот так вот тщательно и досконально все убирать. Не все такие женщины. Даже молодые есть, которые не утруждают себя прям чрезмерной уборкой, вылизыванием дома. Ну, не считают нужным. Что, всю жизнь положить на то, чтобы вычищать и выгребать прям все из дома? Ну, не хочет человек. Как его заставишь? Ну, раз тебе так прям вот это все трудно делать, прям она еле-еле. Коля приходит с камерой, она уже на изготове, он уже включил там, позвонил и включил, а может быть, включил и позвонил. Ира выходит уставшая. Ну, вот чтобы вот так вот капитально не уставать, надо приезжать к маме почаще и делать вот такую вот генеральную уборку. Севка вот опять вспомнил про эту домработницу Иру. Я тогда сказала, дочка приедет, Ира. И все такие, да нет, не дочка, домработница. Да я поняла, что он собирается домработницу. Конечно, никто не хочет впрягать Иру и кататься на ней, заставлять, чтобы она убирала. Понятное дело. Ну, почему она никак не приходит? Севка только говорит об этом, а она не идет. Денег нет. Раньше она буквально чуть ли не два раза в неделю убиралась, но у Севки так точно. У ТВ-шки пореже, а сейчас ее вообще нет. Он только говорит, надо позвать, надо позвать, но ей надо платить. Может быть, это Севку останавливает? Кто знает, какие сейчас у него растраты-то и какой у него сейчас доход? Все под большим вопросом. Ой, вышла Ира, идет, ее будто ветром, вот ту блинку туда-сюда качает. Боже, какой ты красивый, говорит она Коле. Румяный. Ага, упитанный, розовощеки. А он, правда, когда побрился, ну точно вот такой, знаете, кровь с молоком. Щеки прям ярко-алые. Кстати, когда вот такие ярко-алые щеки, если я не ошибаюсь, это какая-то проблема в организме. То ли с сердцем, то ли с чем. Не могу сказать точно. Но что-то такое есть. Вот эта вот краснота именно на щеках. Если кто-то в курсе, напишите, пожалуйста. Ну вот кто-то из врачей говорил, что вот такие пунцовые щеки, это не есть хорошо. А он мне, знаете, напоминает вот такой, когда побритый актера из сказки Варвара Краса. Знаете, там Андрей Еремеевич, Андрей Елисеевич. Вот на Андрея Еремеевича, который такой плотненький такой был парнишка. Прям такой, ух. Ну точно Коленька. Итак, ему тут же с порога сообщают. Нет, не с порога. Они переместились на кухню, дабы быть уже, знаете, прям, как оно было на самом деле, не вводить вас в заблуждение. Последние сводки. Слушайте и не говорите, что вы не слышали. Не два раза она сходила. Уже три. По-большому. Еще не вечер, она еще раз сходит. Коля смешной такой. Ему сообщают об этом, а он такой с удивлением, а вы шутите, считайте. ТВ-шка в это время как раз-таки находится в туалете. Да. Видимо, она опять не добежала, потому что ей рассказала, а она так сходила и покрутила головой. А вот. А вот так. Вот так вот с пожилыми родителями. Вот так вот операция в таком возрасте. Все это тяжело дается. Не просто. Не просто ей, не просто и детям. Да, это очень важная была информация. Ее надо, конечно же, сообщить и зрителям, и Коленьке в обязательном порядке. Выползла ТВ-шка. Буквально выползла она из туалета. Чистенькой, да, в чистенькой розовой пижамке. И хочет лечь, отдохнуть, спать ложиться. Не поверите. Не поверите на простынь. Как она плохо ходит. У нее силы нет в руках держать костыли. Я еще смотрю, она угрожала расправой зрителям. Я б вас розервала б руками. Роздерла б. А они, зная, покрикивают на нее в два голоса. Она еле ворочает языком. Еле-еле ходит. На нее дунь, она упадет. Не знаю, кому как, но я вижу, что она не в хорошем состоянии. Может, это из-за сахара. Может быть, это из-за операции. Вот в больнице, я еще так смотрю, думаю, надо же, действительно, какая крепкая старушка. С нее же как с гуся вода. И в машине, когда Севка ее забирала, она такая была бодрая, активная. Вот прям она сидит, я еще говорю, прям ТВ-шка огурцом. У меня зрительница шутница написала. Говорит, Ага, зеленая в пупырышку. Примерно, да, так. Ну, такая, знаете, прям бодренькая-прибодренькая. Интересно, я вот думаю, сейчас она не кается, что согласилась на эту операцию. Тяжко ей, видно. Ну, вот тяжко. Говорит Коля, говорит Коля, 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 лекарства надо. Коля говорит, ждем, привезут. У вас пока есть 20 ампул. Это вам на 20 дней. Кого будут просить? Юлю? Сколько бумерангов летит ТВ-шки, она их не замечает. Как она кричала? Да зачем нам-то, Юля? Ну и шо, шо она в аптеке, шо мы пользовались когда-нибудь ее услугами, что ли? Не пользовались. Вон, мы сами пошли, сами все купили. Севка говорит, мама, алло, когда ты лежала вон с коронавирусом в больнице, кто эти лекарства доставал тебе? Ты че, Юля доставала? Ну, я же не знала. Вот сейчас то же самое. Кому заказали они эти лекарства? От кого они ждут, когда они приедут? Конечно же, от Юли, естественно. На Надю кричала, когда Надя говорила, ой, болит нога она. Ну и шо, шо болит? Надо двигаться. Не сиди. И сама даже не сидит. Она все время лежит. Она встает, судя по всему, только чтобы поесть и только чтобы сходить в туалет. В руках слабость, я уже говорила, еле костыли держит. И видно, что ей даже трудно было откинуть покрывало. Никто из деток даже не шевельнулся. Ира уставшая сидит, вся вот такая вот тоже разбитая, как то бабкина старая корыта. И вот это вот она сама, кудовчица, как червяк на кровати. Вот это барахтается. Севка что-то там, шо ты хочешь? Шо ты? Давай, ложись. Все, ничего не знаю. Они собираются в ресторан. Некогда заниматься же мамкой, понимаете? Они хотят отдохнуть, они целый день не ели. Я их прекрасно понимаю. Прекрасно понимаю и ТВшку, что болит, что трудно. Все-таки возраст, тяжело. Знала кобыла, на шо оглобле было. Орала, что Надьке, как она ее называет, не проблемой на маршрутке было уехать. Шо там? Села и повезли. Деревянная, деревянная. Да, Надя не ангел, но вот так вот относиться, вот такое хирургическое вмешательство. И она так беспечно говорила, Хаиде, сама ишь ты, королева, отвези ее, привези ее. Но если уж вы затеяли это все. Надя категорически говорила, я не хочу делать, у меня нет денег. Севка сказала, давай соберем. Это чья была идея? Севкина была. Сейчас он уже спихивает это все не себя на эту Таню из Америки. О, Таня, спасибо, сошло на все затеяло. Да, 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 Таня, Таня, конечно, Таня, больше некому. Все это затеял Севка. Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Все это происходило на наших глазах, и мы прекрасно это все помним и понимаем. Ну, по крайней мере, я считаю так. Вот ТВ-шки возвращается. Дети ни капли сочувствия не проявляют к ней. Только она не проявляла к Наде. Она посторонний человек. Наде, может быть, и обидно, но не так обидно, как слышать вот такое и видеть равнодушие от своих же собственных, родных детей. В принципе, на этом я обзор свой закончила. Такая волна пошла в комментариях. Честно, я даже не ожидала. Я единственное, что про Иру и вот то, что она добиралась, о ее передвижении, сказала, что мы такое же близкое расстояние, как 100 километров, преодолеваем на такси. И просто задала вопрос. Ира из экономии поехала на автобусе или другая страна? Я не в курсе. Все. Более я в отношении ее слова не сказала. Что тут началось? Я вас сегодня совсем не поддерживаю. А зачем ей переплачивать? И на такси небезопасно, и в телеке в автобусах есть. Автобусам удобнее. Я же, естественное дело, говорила за свой регион. Я не могу говорить за весь Казахстан. Я элементарно понимаю вот эти вещи, когда вы мне пишете. У нас в России вот так, вот так. И я понимаю, что человек, ну, скорее всего, не объездил всю Россию вдоль и поперек. И он сейчас говорит конкретно за то место, где он либо бывал, либо конкретно проживает. Вот и все. Ну, соответственно, надо понимать, что я говорю только за свой-то регион. Причем я и сказала, у нас были 20 лет назад автобусы вот такие, вот примерно, как Ира приехала. Ну, может быть, не такие, но имеется в виду вот такие же большие. И мы ездили. И, ну, согласитесь, то ли такси, то ли автобус. Ну, разница-то есть. И телеки терпеть не могла эти телеки, когда в машинах, в автобусах его включали. Это просто мрак. Я сидела, ждала, думаю, господи, когда же уже 12 часов и выключат этот телек, все на этом кончится и все лягут дружно спать. Хватит. Ну, не любила, мне не нравилось. Опять же таки, я говорю конкретно только за себя. И вот только единственная зрительница написала, Лидия Карпенко, молодец, она вот написала бы это отдельным комментом, а не в ветке, и я бы ее закрепила. Вот наш человек, она меня поняла сходу. Она сказала, ну что вы все на этом зациклились? Вы же понимаете, что сейчас весь транспорт в частных руках. Я не знаю, остался он где-то в государстве, и естественно, все частники стали не справляться. Сами понимаете, сколько причин. Поэтому и такой расклад получается. Все правильно. Я тоже за весь Казахстан не скажу, но у нас по Павлодарской области так на большие расстояния ходят большие автобусы. Да, это если, например, ехать там Алматы-Шимкент или Алматы-Астана. Астана-Алматы, да, там тысячи километров, да, ходят большие автобусы. А на такие, как 90, 100, 130, это небольшие для нас расстояния, поверьте, на такси. Есть, конечно, и маршрутки, но народ старается на такси быстрее и комфортнее. И поэтому не нужно спорить у всех по-разному. Вот сразу видно, что человек живет примерно в таком же регионе, как и я. И там уже начали про власти, ваши власти о вас не заботятся. Наши власти, все у нас прекрасно. Опять скажу, только за наш регион. У нас есть и свет, и газ, и у нас есть вода. Вот я смотрю, пьют только бутилированную воду. Севка, мать, вообще там все. У нас пьют воду из-под крана. Она не имеет никакого ни запаха постороннего, ни вкуса. Вода прекрасная, вода вкусная, вода чистая. Вы не найдете даже меленькой какой-нибудь мусоринки, грязи или еще чего-то. У нас такие очистительные стоят насосы. У нас прекраснейшая вода. У нас проложили новый водопровод буквально несколько дней назад. по всему поселку проложили новый водопровод. И людям в дом шланг 25 метров шел бесплатно. Каждый двор. У нас все замечательно. У нас постоянно субботники, у нас убираются. Я когда снимала вот эту полянку, которую очень часто я использую в своих обзорах, вот этот видеофайл, мне люди сказали, у вас так чисто возле речки? Да. У нас так чисто возле речки, потому что у нас власти за этим следят и убирают. А там уже написали, ваши власти не думают о народе, они не позаботились об общественном транспорте. Он не нужен нам. Мы привыкли на такси, согласитесь, то ли вы аки-принцесса садитесь в машинку на заднее сидение, тут у вас сумочка поставила, там с левой стороны ты поставила пакеты, которые там купила с продуктами, с какими-то вещами, неважно с чем. и тебя везут домой. Водитель спрашивает, музыку выключить или оставить, окошко открыть или закрыть. Но согласитесь, какой там автобус с этим сравнится, когда рядом с тобой трется еще какой-то человек. Это же несравнимо. А цена вообще смешная, у нас могут позволить это все, вот именно в нашей местности. В крупных городах, да, вот я сейчас специально зашла в интернет и думаю, прочитаю проезд в Астане сколько стоит. Читаю. Не знаю, правда или нет, но вот такая заметка. Поездка в экспресс-автобусах для владельцев карточек каких-то, я не знаю, честно говоря, что за карточки, обойдется в 180 тенге. При наличном расчете 250 тенге. Это цена нашего такси 250 тенге. Они на автобусе едут. И как мне рассказывала подружка, она говорит, это невозможно. Все пихаются, все толкаются, все лезут. Она говорит, если сумка, буквально, это все просто вырывается, потому что битком набит вот в час пик автобус. И эти все об тебя трутся, это невозможно. А если еще кто-то с каким-то запахом, это повеситься можно. Согласитесь, зачем нам общественный транспорт, если мы шикарно справляемся и предпочитаем ездить именно на такси. поэтому лучше о нас заботиться, поверьте. Это все, что я хотела сказать. Всем пока.